В понедельник, 12 часов дня. В офисе автострахования, кроме специалистов, практически никого нет. Это стало неожиданным для многих автомобилистов. Ведь еще совсем недавно, чтобы получить заветный полис, приходилось занимать очередь за несколько дней. Сегодня сюда некоторые водители скорее приходят по привычке изучить обстановку. Я еще только на разведку пришел, поэтому я еще пойду за документами. Нет очереди. Вот я сейчас буду заходить, за мной еще один товарищ, и все. К критической точке ситуация с выдачей полисов ОСАГО достигла в прошлом году. В офисах царил ажиотаж, люди неделями не могли застраховать свой автомобиль. А если уж это и получалось сделать, то только при условии покупки дополнительных услуг. Тогда, чтобы успокоить рынок ОСАГО, пришлось лично вмешиваться к губернатору края. К решению проблемы Вениамин Кондратьев подключил федеральные ведомства, правоохранители и Центробанк. Сегодня заместитель его руководителя Владимир Чистюхин и глава региона констатируют, ситуацию удалось стабилизировать, хоть и по-прежнему остался целый ряд нюансов. У нас есть станицы, хутора отдаленные, где интернет подводит. Поэтому сокращаются, когда офисы страховых компаний, то мы там тоже имеем ситуацию не из лучших, потому что людям надо за десятки километров ехать, чтобы получить полис ОСАГО. Поэтому давайте думать, что здесь в этом случае делать. Если уже государство ввело обязательное автострахование полиса ОСАГО, то мы должны создать условия для того, чтобы оно нормально работало. И вот наша сегодня с вами задача еще раз посмотреть, где еще этот механизм подкрутить, чтобы он работал хорошо. Но даже там, где есть интернет, купить полис онлайн с первого раза тоже не всегда удается. Система часто выдает ошибку. Сайт – одно из крупнейших компаний автострахования. Чтобы оформить полис онлайн, здесь требуется ввести личные данные водителя и информацию об автомобиле. После заполнения всех строк и расчета стоимости высвечивается вот такое окно, где клиенту предлагают перейти на сайт замещающего страховщика. Впрочем, можно и не переходить по ссылке, но тогда вас вновь вернут на стартовую страницу. Любой такой сбой для региона – прямая угроза социальной стабильности, считает Вениамин Кондратьев. Ведь с начала этого года компании обязали оформлять бланки онлайн. Сейчас рынок автострахования в ожидании еще одного нововведения. Если в Госдуме примут поправки в закон, то попав в ДТП, пострадавшие водители вместо получения денежной компенсации смогут рассчитывать на ремонт автомобиля. Прямая выплата пойдет уже ремонтным организациям. Но их как будем отбирать, то есть на какой основе, кто будет здесь взаимодействовать с страховыми компаниями. Здесь тоже будет много вопросов. Я боюсь, чтобы мы опять не породили еще очередную кормушку. Теперь за качество ремонта отвечает страховая компания. Только на самых качественных станциях техобслуживания, которые расположены недалеко от потребителей, этот ремонт можно проводить. Если страховая компания такую станцию техобслуживания обеспечить не может, она будет платить деньгами. Центральный банк надзирает за страховыми компаниями. Если к нам придут обращения в службу, мы мало того, что можем при необходимости установить штрафные санкции, мы еще и сможем лишить страховую компанию право натурального возмещения. Тогда она обязана будет платить только деньгами. То есть у нас есть серьезные инструменты. А если мы увидим, что вообще ситуация выходит из-под контроля, то у нас есть право отозвать лицензию. По количеству машин Краснодарский край в числе лидеров в стране. На тысячу человек только в Краснодаре приходится 437 автомобилей. Для сравнения, даже в Москве меньше. Там на такое же количество жителей 417 машин. В первых рядах Кубани по суммам выплат. Страховщики жалуются на мошеннические схемы. По их словам, независимые эксперты завышают ущерб от аварии. В свою очередь, есть нарекания и к работе агентов. Есть случаи, когда автолюбители купили полисы, которые, как потом выяснилось, оказались фальшивыми. 26 тысяч таких страховых полисов, которые людям проданы. И сейчас люди обращаются, а страховая компания, почитав закон, говорит, а мы обратились тут же в органы милиции о том, что эти страховые полисы похищены. Тут просто какая-то путаница произошла. Мы абсолютно точно понимаем, если у нас утащил полис наш агент, то это наша проблема. А речь сейчас идет только о тех полисах, которые не поддельные, а фальшивые. Сделаны не на Гузнаке, а где-то в Китае, в Молдавии и так далее. Их продает неизвестно кто, собирая деньги неизвестно кто. И вот в этих ситуациях, безусловно, когда это не наш полис, мы говорим, что мы не отвечаем по этим убыткам. Спустя два часа совещания так и не удалось найти правых и виноватых в сложившейся ситуации. Как и четкого решения, что делать, чтобы система страхования ОСАГО работала без сбоев. И страдают от этого в первую очередь автомобилисты, отмечает Вениамин Кондратьев. Кто-нибудь может четко, без перекидывания мяча, понять, каким образом сегодня, еще раз подчеркиваю, нам этот порочный круг-то разорвать. Алгоритм вот такого четкого выработать сложно. Я думаю, что каждый сидящий столом его вряд ли назовет. Поэтому пока в ручном режиме. Просто нужно попытаться эту ситуацию удержать, выравнивать. И на самом деле только так мы сможем сделать так, чтобы и автолюбителям было комфортно, и страховым компаниям тоже выгодно. Для этого по инициативе Кондратьева в крае создадут рабочую группу. Войдут у нее представители страховых компаний, органов исполнительной власти, правоохранители и сотрудники надзорных служб. По мнению губернатора, именно такое взаимодействие позволит системно решать проблемы в сфере ОСАГО. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.